здравствуйте мы опять выбрались лес прохладненько но в такую погоду дома не усидишь у нас вышло солнце подморозило вот пытаюсь садить перчатку потому что прохладненько поскольку с утра у нас на градуснике было минус 11 ну чё пончи пойдем я готова вылезли мы сегодня в березовый лес красотища тут неописуемая поверху гуляет слабенький ветерок а вот в поле он чувствуется весьма ощутимо глаза слезятся но здесь тихо это не тот лес в котором мы были с вами в субботу на стриме здесь все гораздо светлее и березки сейчас приобретают просто невообразимой красоты рассветку солнце совсем низкая хотя время то уже 10 час и снега здесь гораздо больше потому что в ельнике все оседает на развесистых ветвях и не долетая до земли а тут белое покрывало ну конечно хотелось бы снежку побольше не терпится мне встать на лыжи по той простой причине что в прошлом году и ходить вообще не удалось было слякотная и какая-то гриппозная зима а вот это явно зайчик пробежал очень характерные следы и карька по ним пошла но только не в том направлении вообще по такому снегу на следы уже можно полюбоваться мне сегодня уже и билищи и лосины и кабани попадались ну и собак естественно запахи тоже беспокоят нравится им ощущать то что происходит вокруг хотя сейчас днем то зверьков редко увидишь но с лосями бы я по-любому предпочла не встречаться а вот что касается белок и зайцев они иногда попадаются но из-за чего исчезают настолько быстро что никогда не успеваешь их снять сейчас пройдем через прогалину и окунемся в елочки еще немножко и на охотничьих лыжах тут можно будет вполне передвигаться не так это и просто если уж снимать то придется оставлять палки денег на опушке будем учиться человек система самообучающийся вообще-то охотничьи лыжи штука очень хорошая только единственное пришлось крепление на них усовершенствовать продавались они как в комплекте только с брезентовой петлей так называемые мягкое я бы сказала первобытное крепление мне довелось переделать их на полу жесткие раздобыла пару кусков резинки приделала крючки и спокойненько пользуюсь а иначе не на откате просто соскакивают и на них можно передвигаться исключительно наступающим шагом на лыжах меня батюшка мой покойный научил кататься где-то года в три собственно все обучение свелось к тому что мне показали еще дома как правильно одевать полки мы все вместе выехали в серебряный бор на спортивную базу какое-то время отец пытался мне показать ходы естественно классические а коньком тогда еще никто и не подозревал потому что ментарь не способствовал передвижению за задавливание лыжи на кант но в конце концов ему надоело и он просто-напросто сказал ты тут покатайся бросил меня на лыжне и рванул вперед потому что по моему он просто стал замерзать но эти слезы детской обиды но потом раз упал я поняла что передвигаться все-таки могу и стоять на месте прохладно и вот так вот колупаясь ковыркаясь я начала передвигаться и концу зимнего сезона уже спокойненько съезжала с достаточно высоких гор но это мне они высокими казались наверное все было гораздо меньше я собственно что остановилась тут среди лося крупненького такого но прошел он явно третьего дня потому что и прошила снежком и явно след не свежий а вот это вот ельничек сколько же здесь было белого грибов этим летом вот почему-то они росли исключительно в елках но сейчас здесь гуляют дятлы посмотрите сколько шишек сбит с елки шишек у нас в этом году навалом смотрится они просто замечательно и несколько дней я полагаю мне придется еловые ветви шишками таскать с вырубки макушки там валяются неописуемой красоты добро пропадает но у меня возникла идея я не только украшу свой двор но и сделаю подарки своим соседям кроме меня в лес никто не вылезает так что порадоваться шикарным ветвям усыпанными отнюдь не игрушечными шишками я думаю будет всем приятно народа в деревне немного так что думаю рейса 34 и я смогу обеспечить всех ну естественно кого пожелаю новый год не с горами но снега снега бы еще а на лужах уже появился толстый слой льда я на нем даже не проваливаю сегодня специально испытала переходя через достаточно обширную лужу во время передвижения по полю солнышко проглядывает до чего же оно низкое в декабре ну ничего скорый день начнет прибывать так вот сделала полезный вывод давненько мы с вами разговаривали о плетении циновок камыш уже созрел пару недель назад и я полагаю но тут точно был лесик но все опять же нескольких дней давности частенько они заходят вот на эти вот кустарниковые заросли ничего для того чтобы полакомиться вот совершенно свеже обгрызанные кустики повсюду лоськи они такие их не очень выгодно содержать в домашних условиях а только на свежий свет то значит это еще один лоська что пройдемся потому что они поглощают огромное количество пищи для того чтобы лося прокормить надо 7 тонн фуража в течение года но разумеется они лакомиться он тут потоптался осиновый корой и сейчас у них ее при избытке на вырубки обгладывают оставшиеся ветки деревьев естественно хомяча то что произрастает по воду вот эти вот кустарнички ныряю-ка я под елки потому что идти по такому не очень-то приятно вообще в лесу передвигаться зимой несколько сложнее ну вот а это еще остались следы нашего ледяного дождя бриллиантики застыли вообще дождь был веселый по деревне до шипов пройти было нереально потому что заледенело буквально все так вот отправляться за камышом смысле рогозом сейчас самое время на льду уже не провалишься ломаться даже не срезаться ломаться около корневища он будет достаточно легко но единственное побольше надо двигаться потому что стоячая работа их можно очень здорово закоченеть какие хрустальные поганочки но это точно поганочки они зимние опята хотя они порой их еще встречаются ну честно говоря я свежемороженими грибочками уже несколько присытилась нет все-таки освещение в лесу потрясающее он какие шишечки замечательные меня сейчас дома дятлы за закидывают шишками срывают их на соседних елях что посажены около других домов и притаскивают и к моим липам для того чтобы затолкать в какую-нибудь расщелину между метрами и полакомиться на елке этого не сделаешь там ветки не так растут как причудительно изогнулся можжевельничек ну вот такой кстати уже к дому не пересадишь у него очень крупная и хрупкая корневая система и брать надо если пересаживать то совсем небольшие где-нибудь сантиметров 10-15 но кстати можжевельник очень быстро растет и этот дерево точнее вырастает его дерево но у нас в основном близ у мелкие как кустарнички так вот он лучше всех хвойных очищает воздух у нас около каждого дома 123 можжевельничка точно произрастает я пользу чаще хожу у меня их 4 единственное второй из тех что я посадила потихонечку начинает погибать но я никак не решаюсь его спилить по той причине что и на нем еще все-таки и зеленые иголки и хотя он выглядит не особенно презентабельно все равно трогать его не желаю посмотрим может оклемается ну а тут точно лосики ходили во всех направлениях глубокие глубокие следы и в общем-то достаточно свежие вот какой очаровательный иний застыл на траве ну действительно ожерелье напоминает горный хрусталь а вот снег тут уже где-то сантиметров 15 глубиной переглубиться по такому не совсем просто лоси гуляют мы идем по следу но не воткнемся точно хотя как и значит нет снег пристрел к веткам и даже не хочет осыпаться но тут был не один лосик он встретился с другим и не отправились вдоль ельника хвостик уходить было бы неудобно слишком низко и густо для него а где-то совсем недалеко от опухти так след не видно совершенно зато видно очередные грибы так ну что ж надо собираться домой собаки нагулялись дело навалом но след-то продолжается понимаете можно бесконечно ну что ж прогулялись всего хорошего удачного дня